Добрый день дорогие друзья, уважаемые подписчики. Прошло 18 часов, 18-20 часов после того как мы оставили нашу батарею состоящую из четырех аккумуляторов за параллельных 12 вольт с помощью перемычек на уравнивающий заряд значит принято 23,7 ампер прошло 18-20 и потихонечку заряд у нас еще идет одним ампером Времени прошло довольно много практически все методы приема которые могли бы вытащить эту батарею мы использовали есть еще пару методов но вопрос сейчас другом звонил владелец батареи и как бы немножко поторопил меня с принятием решения дело в том что это ферма она находится на удалении и они не имеют возможности за каждый день попадать вот сегодня завтра они собираются туда проехать на эту ферму и либо ввести эти батареи либо приобретать новые но новые батареи стоят у нас от 300 до 500 тысяч тенге 1 за 1 батарею поэтому принимать решение будем наверное сейчас и немедленно сделаем замер если наметится какая-то положительная динамика значит мы продолжим работать с этой батареи этом же направлении если динамики не будет либо она будет если батарея покажет хуже результаты то естественно работу с этими батареями я буду прекращать занимают очень много места и как бы информации по работе с этими батареями нет она практически отсутствует делать эксперименты экспериментировать я особого желания тоже не испытываю у меня другое направление у меня не научная лаборатория мое направление это обслуживание аккумуляторов по отношению кислотным батареям я бы принял решение на момент диагностики стоит с этими батареями заниматься или нет но так как я вижу эти батареи в первый раз было интересно тоже попробовать испытать свои возможности применить на практике свои знания но из этого пока ничего у нас не получилось это стоит признать ну по крайней мере даже если будет негативный результат отрицательный это результат любой результат нам пойдет на пользу по крайней мере мы будем уже знать приобретем опыт и будем знать на будущее с какого места начинать работу с этим с этими батареями так ну что сейчас отключу перемычки и также сделаем замеры двух наших контрольных батареи и исходя из этих замеров уже будем делать окончательные выводы пока ставлю на паузу так друзья на приехали клиенты при клиентов не стал производить запись но сделал замер замеры этой батареи самый отстающий значит 25 процентов на 3 процента сок вырос 350 ампер пусковой ток также видим рост нс 1359 ждал когда уедут так что уедут клиенты никак не хотели уезжать нужна была консультация и начал делать прямых замеры и сопротивление 651 также видно снижение сопротивления было 686 651 так вторая батарея которая у нас стоит также видно положительную динамику 41 процент было 38 пусковой 449 было 411 и напряжение 13 1363 я уже записал сопротивление 510 было сопротивление у нас 557 видно явная динамика но дело в том что здесь развитие событий по нескольким вариантом может происходить если это действительно сульфатация то сульфатация у нас таким образом она потихонечку уберется процесс очень длительный потому что набиваются сульфатации не один день возможно даже не один месяц сульфатация вот таким образом потихонечку уберется динамика меня в принципе устраивает она обнадеживает давайте третью батарейку замерим и пока буду вешать кремы буду рассказывать вам свою пропаганду так а если это действительно действительно сульфатация то мы попробуем ее убрать но если это следствие неправильной эксплуатации неправильного заряда неправильного обслуживания то возможно это уже не сульфатация как правило я не знаю состав электролита который работает в этих батареях но если там присутствует серная кислота этот электролит средстве неправильной эксплуатации он будет разбит и на составляющие основное основная составляющая серной кислоты это конечно сера которая при и отложение на пластинах она полностью забивает отбивает желание работать у этой батареи и серая она является диэлектриком то есть пластины вследствие этого перестают работать так ну давайте и третью батарейку меня не наклеил бейджик так 700 ампер 28 процентов после последнего замера также видно явно продолжительная динамика давайте зафиксируем эти показатели запротоколируем 28 так 371 371 так НРЦ 1366 но это можно не записывать 1366 и сопротивление у нас 618 618 теперь сравним с предыдущими показателями так сопротивление так сопротивление 647 пусковой 355 сейчас 366 видна динамика ребята ну что ж наверное в таком режиме оставлю эти батареи в работе и следующий ролик на этом сегодняшний ролик я буду заканчивать и следующий ролик у нас будет уже финальный по результатам работы то есть буду работать с этой батареей на кулоне 720 до полного снижения напряжения возможно сделаю еще один разряд и в таком же режиме режим балансировки режим уравнивания выравнивания выравнивания в этом направлении будем двигаться повторюсь я с такими батареями сталкиваюсь именно конкретно с такими большими батареями сталкиваюсь впервые опыта у меня работы с этими батареями нет какой-то информации по работе с этими батареями нет рамки в которых в которые нужно укладываться при отбраковке также нет какие показатели влияют на то что батарею явно нужно списывать но то что батарея изначально она работала это вот видно по вот этим вот параметрам которые записывали вот вот они 13.8 это мерили непосредственно на ферме нагрузочной вилкой и вот эти параметры она выкатывала и последние параметры вот 11.8 здесь 11.8 здесь 11.3 это на тот момент когда батарея попала ко мне как мы помним показатели были отвратительные ну практически их вообще не было ну что ж продолжим работу и посмотрим что у нас с этого получится честно говоря уже не раз что связался с этими батареями отнимают массу времени ну опыт сына ошибок трудных набираемся опытом приобретаем какие-то новые навыки для работы ну это будем говорить тоже для пользы дела на этом сегодняшний ролик буду закруглять всем добра удачи здоровья всем пока удачи